Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа предвыборной агитации, предоставленная по законам Украины Центр Избиркома. И сегодня гость этой программы глава партии «Русский блок» Геннадий Басов. А я, Олесь Бузина, уже не только писатель и журналист, представьте себе, но кандидат в депутаты от Шевченковского района города Киева. Это 223-й избирательный округ. Геннадий Анатольевич, пожалуйста, давайте вы первый. Добрый вечер, уважаемые телезрители! Я хочу поблагодарить всех тех, кто собрался сегодня перед телеэкранами и слушает, видит нашу сегодняшнюю программу. И хочу задать риторический вопрос. Зачем мы идем в парламент Украины? Мы идем в парламент Украины для того, чтобы создать альтернативу всем тем, кто в течение 20 лет не выполняет свои предвыборные обещания. Кто прописывает свои предвыборные обещания в программах, а потом, придя к власти, заявляет о том, что их уже невозможно исполнить. Мы говорим о том, что нашей стране и народу Украины необходимо государственный статус русского языка, федерализация, экономический и таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном. И мы говорим о том, что нам необходимо поддерживать каноническое православие, как объединяющую составляющую русского мира, в том числе и на Украине. Олег Алексеевич. Вы знаете, я пошел в депутаты по очень простой причине. Вот в понедельник заканчивалась регистрация в депутаты, а в пятницу я открыл, кто идет по моему избирательному округу, я в нем живу. Вообще мне 43 года, вот я там родился всю жизнь, кроме службы в армии, прожил там. И когда я посмотрел, кто там идет, а там шли бандиты, жулики, никому неизвестные проходимцы и всем известные проходимцы. Там шел бывший глава Шевченковской администрации, господин Пылыпышин, против которого возбуждено уголовное дело. Два уголовных дела, сведенных в одно. И сейчас Голосеевский суд ведет по нему судебное расследование. И я представил, что Пылыпишин пройдет. Пылыпишин, то есть он что, убежит от заслуженного наказания в Верховную Раду? Вот этого я, значит, хочу. И хотя я не хотел никуда идти голосовать, в этот момент я понял, надо идти и голосовать. Потому что он убежит от наказания. И я буду просто преступником, если позволю ему это сделать. И я очень быстро после этого зарегистрировался в кандидаты. Просто для того, чтобы спасти наш район. У нас другого выхода нет. Если мы будем пускать туда жуликов, проходимцев, негодяев, то наша жизнь будет бесконечно вот такой, какая она есть. А теперь я объясню, почему она такая плохая. А дело в том, что властям, какие бы они ни были, и те, которые были до этого, и те, которые сейчас есть, им выгодно держать нас в черном теле. Им выгодно держать нас постоянно под гнетом кризиса. Вот сколько я помню, с 91-го года нам постоянно говорят, кризис, 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 кризис. Это единственная причина этого только одна. Для того, чтобы любая бабушка чувствовала себя зависимой от кризиса. Любой человек, любой гражданин Украины чувствовал себя в подвешенном состоянии. Чтобы он находился на мыжи прожиткового минимума. Чтобы он каждое утро спрашивал, у него завтра будут деньги или у него завтра не будет денег. Так вот я хочу вам сказать. Это вот мой опыт работы в журналистике с 92-го года, это подсказывает. Деньги в стране есть, их просто нужно правильно переделить. Вот все мы знаем, что наши олигархи прекрасно живут, чудесно. Они покупают квартиры уже там не только где-нибудь. Сначала на Кипре покупали, потом в Лондоне стали покупать, потом на Майами стали покупать. Уже неизвестно, где им еще покупать квартиры. И не зависит от того, кто это, партия регионов или БЮД, они все примерно одинаковые. Я просто, когда смотрел этот список, вот я видел, что голосовать не за кого. Нам нужна сейчас новая, третья сила, которая не была бы связана с прошлой политикой, прошлыми властями, прошлыми провалами. Нам нужно построить абсолютно новую Украину. Причем Украину нормальную и для людей. Ну вот партия регионов, например, обещала, что? Федерализацию Украины. А почему нет федерализации? Потому что любой, кто берет власть в Киеве, он почему-то хочет уже все держать целиком. А у нас разная Украина. Львов это одна Украина, Крым с Севастополем это совсем другая Украина, Донецк третья, Одесса четвертая, Тернополь пятая, Черкасса и Киев это шестая Украина, седьмая. Вот они все разные. Для нас нормально было бы действительно быть субъектами федерации. Вот рядом находится Россия, ничего страшного, что она федеративная. А в Европе, куда вот так много у нас стремились, там находится Германия. Она тоже федеративная, она не распадается. Вот поверьте, я абсолютно за то, чтобы Украина оставалась единой. Но учитывая исторические условия, учитывая, как наша страна создавалась, она должна быть, с моей точки зрения, федеративной. Уважаемые телезрители, я хочу добавить Олеся Алексеевича и сказать, вот многие сейчас плакатов видят, наступила стабильность и все идет к благополучию. У кого наступила стабильность, мне захотелось бы задать вопрос, тоже может быть риторический, и мне сложно будет на него сразу так широко ответить. Но при этом я хочу сказать у кого. У чиновников, у тех, кто приближен к власти, у тех, кто имеет определенные выходы на олигархические структуры, у них может быть и наступила стабильность. Но с моей точки зрения, все, что происходит сейчас в Украине, с экономической точки зрения, с политической, с духовной, с культурной, все катится медленно, но верно в пропасть. Если мы хотим что-то изменить, нужна новая политика, нужны новые отношения, естественно, нужны новые люди. И естественно, нужно делать таким образом, чтобы мы опирались на уже созданные многовековые, я бы так сказал, экономические, политические и культурные связи с нашими соседями. Зачем бежать туда, где нас не ждут, где нас никто не ждет? Мы должны идти там, где мы можем получать максимальную экономическую выгоду, максимальную культурную, политическую и духовную. Я абсолютно согласен с Олесом Алексеевичем, говоря о том, что у нас действительно, у нас нет сейчас одной Украины. Как говорит один из политиков, бывший, я так считаю, что уже политик, который заявляет, что у нас национальное государство, да, у нас оно не национальное. Что объединяет человека, проживающего в Донецкой области и во Львовской? Язык? Нет. Культура? Практически нет. Церковь? Нет. Что объединяет? Даже экономическая составляющая не объединяет. Поэтому, если мы хотим развивать и усиливать государство, если мы хотим, чтобы народ в этой стране жил гораздо лучше, для этого нам необходимо совсем по-другому строить наши отношения. Федерализация, государственный статус русскому языку, поддержание наших духовных и культурных ценностей на основе канонического православия. Все это базисы, на которых должна строиться политика этого государства. Олес Алексеевич. Знаете, я о высоком особенно не хочу говорить, куда Украине идти. На запад, на восток. С моей точки зрения, в Украине лучше всего оставаться там, где она и есть, и оставаться Украиной. Вот быть на своем месте. Но зачем таможенный союз? Вот очень простая вещь. Я отвечу вам одну вещь. Вот любой человек считает деньги. Любому человеку нужно, чтобы денег у него было больше. Так вот, я же не против, чтобы Украина шла в Европу. Да, вот нам рассказывают об этой Европе, о том, что мы туда идем бесконечно. Но Европа против. Ну вот мы видим, что Европа нас просто не принимает. Ну не хочет нас Европа. Ну вот сколько Ющенко про это не сказал. Не хочет нас Европа. Тимошенко сказала, не хочет нас Европа. Янукович тоже шел в Европу. Теж Европа нас не хочет. Я ничего с этим сделать не могу. Остается таможенный союз. И очень простая вещь. Мы сейчас платим за бензин. Вот любой автолюбитель, так называемый, любой кожен властник автомобиля платит за бензин сколько? Около 12 гривен за литр. Вступление в таможенный союз превратит эти 12 гривен за литр в 6 гривен за литр. Скажите, пожалуйста, это выгодно? Это выгодно. Теперь газ. Газ будет после вступления в таможенный союз не по 430 долларов за тысячу кубометров, как сейчас, а как раньше был, по 200 долларов. Вот вам плюс. Третий плюс. Вступление в организацию коллективной безопасности. Ну что нам? Для обычного человека, он впервые слышит, это организация коллективной безопасности. Зачем она? Он просто не понимает, зачем она. Марсиане на нас нападут. Она для этого нам нужна. Да не для этого она нам нужна. Вот на нашу военную технику украинскую больших заказов за рубежом, кроме как в России, нет и быть не может. А Россия сейчас перевооружает армию. Она выделяет огромные сейчас средства на перевооружение армии. У нас находится большое количество военных заводов. Прежде всего судостроительных заводов на юге Украины, в Николаеве, в Херсоне. Там есть производство в Севастополе, в Одессе. Они буквально в каждом городе, сами жители, которые там живут, иногда даже не знают, что у них есть и что у них хереет, по большому счету. Россия будет вкладывать деньги, если она будет знать, что Украина для нее не просто какой-то партнер. А я не побоюсь этого слова, союзник. Ну вот между Соединенными Штатами и Великобританией совершенно определенные союзнические отношения. Их называют евроатлантистами. В результате они держат практически мировое господство. Они владеют морями на данный момент. Но вот если мы будем находиться в тесном союзе с Россией, мы будем держать Евразию. Мы будем держать Евразию так, как и было всегда, так, как было в 19 веке, так, как было во времена Киевской Руси. Мы будем тут главным государством. Причем я не побоюсь этого слова, центр будет в Киеве. Потому что вот есть Евросоюз, и нам нечто подобное нужно создать в противовес Евросоюзу здесь. И знаете, с моей точки зрения, ну если все говорят об этом русском единстве, русском пространстве, русском мире, то центр этого мира должен находиться там, где находилась столица Киевской Руси, то есть в Киеве. Вот здесь должно быть то, что на западе называется Брюсселем. Это для Киева, для киевлян выгодно. Конечно, это для Киева и для киевлян выгодно. И я буду делать все для того, чтобы Киеву и киевлянам было хорошо. Для того, чтобы мы жили не в захолустной какой-то провинции, не в глухове историческом, а чтобы мы жили в столице князя Владимира, князя Ярослава Мудрого, князя Святослава. Чтобы мы вот этим гордились, а не какими-то бандитами, приходившими и бравшими Киев на протяжении его истории, какими-то кочевниками. Вот поэтому нам нужен и таможенный союз, дающий скидку на бензин, и организация коллективной безопасности. Я же хочу добавить, Алексей Алексеевич, и сказать, что, к сожалению, сложилось так в Украине, что определенные политические силы в одних регионах говорят о том, что вот бандеровцы, пособники нацистов, это предатели, их надо предать анафеме, их необходимо всяческими методами ущемлять. А в других регионах Украины к пособникам нацистов, к бандеровцам, представители некоторых политических сил, тех же самых политических сил, носят цветы и говорят, что это наши герои. Да не это наши герои. Мы не можем гордиться тем, кого история, общественное создание, кого Европа, весь мир признали преступниками. Не можем мы гордиться этими людьми. Мы должны гордиться своей историей. Правильно, Алексей Алексеевич говорил, мы должны гордиться той историей, которая была зарождена еще Киевской Русью. Мы должны гордиться и строить свои отношения, и развивать свой патриотизм на совсем других отношениях, на совсем других героических основах, Алексей Алексеевич. Вы знаете, вот если говорить просто об избирательном округе, ну вот это мой, я могу сказать прежде всего о своем районе, потому что я избиратель, я избиратель прежде всего, а потом я кандидат в депутатный мажоритарщик. Вот что такое мой округ? Это 169 тысяч человек, которые будут голосовать, именно имеющих право голоса. Это практически весь Шевченковский район, за небольшим исключением. И так как я там вырос, я вам хочу сказать, это вообще наряду с Печерским, наряду со Старокиевским, это один из трех центральных районов Украины. И вот если вы в этот Шевченковский район, да еще он носит имя Шевченко, попадаете, вы обнаруживаете там разруху. Там вот такие дороги, это центр Киева практически, но проедьте, пожалуйста, по улице Дегтяревской, проедьте по улице Мельникова, попытайтесь, это же я не самые плохие улицы называю. Вот съедьте с проспекта Победы хоть чуть-чуть, вы там увидите такие хащи, вот других слов просто нет. Там есть гигантский сырецкий парк, и вот был тот же господин Пылыпышин главой Шевченковского района, сейчас он не стесняется идти в депутаты. Вы посмотрите, что из этого Шевченковского парка, из этого сырецкого парка, там два болота вместо роскошных прудов. И пока он был там главой, ничего он не делал для того, чтобы они стали нормальными, настоящими местами отдыха для киевлян. Вот домов туда рядом по гигантским ценам умудрились натыкать, и тычут дома куда угодно по этому центральному району. И кроме того, я должен просто предупредить всех людей, которые живут у нас в Шевченковском районе. У нас очень дорогая земля, и у нас готовится просто несколько афер, страшных афер. Это когда дома будут объявляться аварийными, люди из них будут отселяться, а потом эти же дома будут разрушаться, вместо них будут строиться другие. Эта схема уже проработана по Киеву, она уже шла во времена мэра космоса. Там бешеные деньги молодая команда заработала, и теперь эта же молодая команда не стесняется выставлять своих кандидатов, людей из своего клана по городу Киеву. Так вот, пожалуйста, я вас очень прошу, вас будут подкупать гречкой, вас будут подкупать медом, вас будут конфетками подкупать и всем остальным. Вы, если хотите, берите эти конфеты, это ваше дело, я не могу вас отговаривать, тем более я прекрасно знаю, что люди у нас бедные. Но голосуйте вы все равно по совести, потому что вас за эти конфетки или за этот мед купят, за копейки купят, а потом украдут все, что у вас есть. А воровать в городе Киеве у киевлян осталось по большому счету только одно. Это дома, это их квартиры, самые дорогие квартиры в Украине. И я повторяю, я не просто так это говорю, эта афера сейчас готовится. И я иду в депутаты для того, чтобы эту аферу приостановить. А кроме того, послушайте, это не только моего округа касается, это касается всех округов в Украине. Вот с этими подарками от будущих якобы депутатов, я надеюсь, что вы за них не проголосуете. Вот эта гречка, которую они закупают для вас, это обычно отходы, это обычно то, что списываются с военных складов, то, что никому не нужно, то, что очень часто заражено бактериями. Так вот перед тем, как это пробовать, вы все-таки проверяйте. У меня случай был, на моем районе один из моих соперников раздавал мед. Я очень прошу жителей микрорайона Нивки проверить, что это за мед. Сходите, пожалуйста, и проверьте его, потому что, по моим данным, в этом меде очень высокая радиация. У нас сейчас не стесняются вывозить пасеки такие перевозные просто на автомобилях и выставлять в окружении Чернобыльской зоны. Они не стесняются вообще ни с чем. Они думают, что мы бабушке этот медок дадим, а потом бабушка за нас проголосует и помрет. Так вот я вас прошу, бабушки, дорогие, отнесите этот мед и проверьте, нет ли там повышенного уровня радиации. Потому что все ждут, что вы за них проголосуете и умрете. А я хочу, чтобы вы еще пожили. И пожили хорошо. Я хочу добавить, Олеся Алексеевича, и сказать, что все это создается благодаря тому, что государство становится более коррумпированным, оно становится более преступным. И если некоторое время назад бандитские группировки практически сложили свои головы, то сейчас бандитизм вновь начинает поднимать свои обороты. Все покупается, все продается. Это очень печальный факт. Судебная система коррумпированная. Государство полностью прогнило от коррупции. Полностью прогнило от коррупции. Надо что-то менять в этой ситуации. Для того, чтобы что-то менять, нужно переходить на совсем другие рельсы. Я хочу сказать, что вот эти моменты, связанные с подкупом избирателей, связанные с подкупом людей, связанные с тем, что людей просто их волю, их влияние, их взгляд хотят купить за килограмм гречки. Это все связано с тем, что коррупционное государство в коррупционной структуре настолько прогнило, что доходит уже буквально до цинизма, до банального цинизма, обращаясь к людям и пытаясь людей, которые действительно сейчас достаточно тяжело и сложно живут в Украине, просто за какой-то килограмм гречки купить. Я обращаюсь тоже к уважаемым телезрителям, к народу Украины. Да, берите эту гречку, если она нормальная. Берите этот мед, если он нормальный. Но при этом делайте свой выбор, исходя из того, каким вы хотите видеть этот выбор. Если вы хотите видеть будущее своих детей и свое будущее нормальным, благополучным, как пишут на некоторых плакатах, не давайте возможность тем, кто уже коррумпирован и прогнил вдоль и поперек, идти вновь во власти и использовать вот тот самый килограмм гречки. Да не сегодня за килограмм гречки, сегодня дадут вам килограмм гречки, а завтра с вас три шкуры спустят. Это действительно уже достаточно определенный факт. И это люди Украины, я надеюсь, хорошо видят и понимают. Олег Алексеевич. Знаете, вот я живу опять-таки в городе Киеве, в самом центре, этот Шевченковский район. И смотрите, у нас в Шевченковском районе такое ощущение, что культуры не осталось вообще. Вот все, что угодно есть. Генделыки есть, ночные клубы есть, проститутки есть ночью. Вот пройдитесь по проспекту Победы, да, там они победоносно стоят вообще, шпалерами стоят, начиная с воздухо-флотского моста. А вот культуры у нас просто не осталось. Причем культуры у нас не осталось в широком смысле слова. У меня в программе есть один момент. Это запрет на акции протеста в голом виде. Вы поверьте, я не ханжа. Я писал книжки, причем книжки веселые, книжки открытые, о чем угодно, о любви, о сексе. Это все нормально. Это честь нашей жизни. Но вы знаете, то, что принято на нудистском пляже, это одно. Пожалуйста, человек пусть загорает в голом виде. Но не должен человек, извините за выражение, тем более человек женского пола, теоретически будущая мать, показывать молочные железы, на улице крещать и кипелить кресты. Не должен. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Я говорю о пресловутой организации ФМН. Я не боюсь это сказать вслух. Так вот я считаю, что за подобные акции, если я приду в парламент, я обязательно проведу закон, чтобы акции протеста в голом виде, вот кому что придет в голову, там, грудь показывать, или трусы показывать, или то, что под трусами, чтобы это каралось штрафом. Очень высоким штрафом. Не вот теми 50 гривнами, которые сейчас берут, такими, знаете, символичными. Я хочу сказать одну простую штуку. Та же ФМН, это коммерческая организация. Эта организация, мне ее на выборах пытались впарить. Мне ее один пиарщик пытался продать за 60 тысяч долларов, акцию ФМН. Вот столько стоит, оказывается, акция ФМН в городе Киеве. Они зарабатывают на нас на всех деньги. Так вот, если они зарабатывают деньги таким циничным, наглым образом, то пусть они и делятся с избирателями, пусть они делятся с бабушками. Я не за то, чтобы их сажали в тюрьму, я за то, чтобы других сажали в тюрьму. Об этом я тоже сейчас скажу. А вот, что касается их, то должен быть жесточайший штраф. Вот спилила крест, вот в пределах 60 тысяч долларов, пусть и заплатит. А если не заплатит, тогда все-таки выбор пусть будет посидит. Годика два поработает, как положено на швейной машинке, покручит где-нибудь в тех местах, где ее научат правилам приличия. А что касается того, кого сажать надо, я считаю, что нужно сажать по справедливости. Знаете, вот не должен быть закон только для Юлии Владимировны. Я верю, что Юлия Владимировна действительно является причиной этого высокой цены на газ. Я верю, что она совершила преступление. Вот в это все я верю. У меня нет оснований сомневаться в вердикте суда. Но у меня возникает вопрос, а почему тогда на ней это остановилось? Что такое? Что у нас только для бьют, карающий меч правосудия? А почему тогда у нас те, которые находятся у власти, для них уже можно все? Они уже полностью находятся под иммунитетом. Значит, нам нужна независимая прокуратура. Не ручная прокуратура, а независимая прокуратура. Причем такая прокуратура, которая бы следила одновременно и за оппозицией, и за правящей властью. Потому что, как же может человек, а это опять-таки я привожу пример со своего избирательного округа, который ночует в своей машине, у него, видите ли, нет никакой собственности, хотя он целый район продал, по большому счету. Как он может? За счет чего он тогда финансирует свою избирательную кампанию? Скажите, как может бомж идти в депутаты? Я могу идти в депутаты, я открыто абсолютно говорю о своей... О том, что я заработал за прошлый год 190 тысяч гривен. У меня это задекларировано, как у журналиста и у писателя. Могу я финансировать с этих денег свою кампанию? Немного могу, у меня не будет богатой кампании. Этот эфир предоставлен в рамках государственной программы, бесплатно предоставлен, для того, чтобы я, кто угодно, мои противники могут прийти и сказать то, что они думают, например, обо мне. Или встретятся со мной в прямом эфире, я не боюсь никакой встречи ни с кем. Но я открыто говорю о том, как я зарабатываю деньги. А вот те, которые ничего не имеют, кроме автомобиля Мазда или автомобиля Лексус, и получают зарплату в тысячу гривен, вот эти должны сразу же попадать в прокуратуру. Сразу, автоматом за неуплату налогов. Потому что деньги в стране, повторяю, есть, денег очень много, но воров еще больше, чем денег. Олег, продолжая эту тему, я хочу сказать, что у нас сейчас в Украине платят налоги бедные и средние, мелкий и средний предприниматель. Крупные олигархические структуры практически не платят налогов. И это действительно становится фактом. Потому что именно крупные олигархические структуры сейчас лоббируют те или иные законы. И я хочу сказать, что очень много в парламенте, в том числе в нашем депутатах, которые вроде бы и избраны от партии, которые должны проповедовать равенство и социализм. Тем не менее, в определенной мере говорят и заявляют о том, что, например, Porsche Cayenne не роскошь и платят налогов копейки за какой-то промежуток времени, за год или за два. Хотя зарабатывают при этом огромные суммы. Все должно быть справедливо. В государстве все должны платить налоги. Много зарабатываешь – плати. Понятно, что не все будут у тебя забирать доходы. Понятно, что государство должно развиваться. Понятно, что любой человек должен иметь стимулы к развитию. Понятно, что он должен много зарабатывать, но должен платить и поддерживать государство. Для того, чтобы государство смогло обеспечить пенсиями наших людей, могло обеспечить нормальной здоровой медициной, могло обеспечить нормальным образованием. Все это необходимо государству. Но это, к сожалению, делается сейчас на том уровне, что выделились какие-то деньги. И если с этих денег ничего не украл, то это очень плохо. И это, к сожалению, становится не просто, это становится традицией практически для всех регионов Украины. Это ненормально, такого не должно быть. Государство должно быть другим. Олег Алексеевич. Вы знаете, времени остается мало, всего лишь 5 минут, чуть больше 5 минут. Поэтому я хотел бы сказать просто о некоторых фактах. Причем не только тех, которые касаются моего Шевченковского района, где я избираюсь в депутаты. В Подольском районе города Киева продали целую школу, лицей на Межигарской. Ну, слава богу, не всю, половину этой школы взяли и продали. И тот человек вот сейчас в интернете просто. Можете себе представить, что дети пришли, а они учатся сейчас в заведении на Подоле, на Межигарской. Это тоже очень недалеко от центра Киева. А в интернете стоит объявление о том, что это здание продается. И человек, который продал это здание, тоже по Подольскому округу идет в депутаты. Вот подумайте тоже, пусть не мой округ, но мне не страшно, я скажу. Да, все равно скажу эту правду. Потому что есть сейчас возможность сказать. Еще факты. Вот таких фактов можно набрать бесконечное количество. Потому что у нас на каждом буквально округе одно и то же. Киевский митрополитен сейчас выгоняет торговцев книгами. За что? Вот мои интересы как писателя, причем писателя, у которого... Ну, у меня книжка может разойтись тиражом. 50-100 тысяч экземпляров. Это затрагивает. Но это затрагивает и интересы любого киевлянина. Потому что в культурном городе должны торговать книжками. Киевский митрополитен. Вы что делаете? Вы как смеете изгонять людей, торгующих книгами из митрополитена? Это же не торговцы в храме, которых изгнал Христос. Это люди, которые несут доброе, вечное, с одной стороны. С другой стороны, у них нет другого рабочего места. Просто нет другого рабочего места. И у нас проще всего наезжать на мелкий бизнес, на средний бизнес. Потому что олигархи наши живут далеко. Они вообще в Украине живут время от времени. Когда им в эфире нужно показаться, засветиться на каком-нибудь политическом ток-шоу. Вот тогда наши олигархи сюда приезжают. А наши люди очень часто несправедливо ненавидят тех, кто чуть-чуть активнее. Чуть-чуть там где-то шевелится. Но вот этот мелкий, средний бизнес, это наше будущее. И вот там бабушки, у вас же есть внуки. У вас они занимаются этим делом. Как могут? У кого-то там сосисочная, у кого-то ларек, у кого-то еще что-то. Это одни из самых бесправных людей у нас в стране. Потому что с них все берут. С них милиция берет, с них налоговая берет, с них пожарные берут. С них берут абсолютно все. Вот всем они почему-то оказываются должны. Так у нас возникает вопрос. Если эти люди исчезнут, если их задавят, ну жить же в стране кончится. А у нас ситуация такая, только человек начинает хоть чуть-чуть подниматься, хоть чуть-чуть шевелиться, на него тут же набрасывается государственный аппарат и его уничтожает. Уничтожает как рэкет. Так вот я хочу жить в другой Украине, где услуги депутата будут предоставляться по государственным расценкам. Я считаю, что те 30 тысяч гривен, которые любой депутат имеет в месяц, это выше крыши вообще для жизни его и семьи. Это не повод, чтобы депутат крышевал. Я считаю, что это нормальные деньги, чтобы он выполнял свои государственные обязанности. И вот для этого я и хочу пробиться в парламент. Чтобы демпингом их негодяев подорвать. Уважаемые телезрители, к сожалению, время наше действительно подходит к концу. У нас осталось не так много времени. Я просто еще буквально несколько слов скажу о наших целях и задачах. Я хочу сказать, что партия «Русский блок» строит свою политику на принципах социальной справедливости, независимо от этнических и от национальностей. Мы говорим о том, что партия «Русский блок» это своего рода действительно реальная альтернатива тем политическим силам, которые много времени обещают и практически ничего не делают. Мы хотим быть этой альтернативой. И мы ей будем этой альтернативой. Потому что в тех условиях, в которых сейчас развивается Украина, рано или поздно будет либо политическая сила, которая будет реально заботиться об интересах государства и народа Украины, либо будет очередная революция. Хотим мы этого или не хотим. Поэтому я надеюсь, что, я уверен даже, что жители наших городов, больших и красивых городов, настолько действительно сознательны, настолько хорошо разбираются уже в той политике, которая окружает их справа и слева уже в течение, там, со времен, наверное, оранжевой революции, что они сделают выбор. Сделают выбор в пользу тех политических сил, которые будут действительно реально отстаивать их интересы. Алексей Алексеевич. Знаете, я скажу очень коротко. Вот Шевченковский район, где я избираюсь, я тут родился, я тут живу, я никуда не собираюсь отсюда переселяться. У вас будет тот депутат, к которому вы сможете прийти и сказать о своих бедах. Если вы будете болеть, то приходите, и я буду заниматься вашими проблемами. Я ваш. Вот я вырос тут, где я и хочу быть депутатом. И поверьте, я, если стану депутатом, я воровать не буду. Я буду вас защищать. Я вас прошу, выберите меня. Вы об этом не пожалеете. Вам будет и интересно, и весело, и у вас будет будущее в жизни. Ну, я хочу добавить то, что у нас, к сожалению, вообще очень мало времени осталось. Поэтому, уважаемые телезрители, еще раз обращаюсь к народу Украины. Огромное спасибо всем тем, кто действительно прослушал нашу сегодняшнюю программу, кто действительно абсолютно искренне мог услышать то, что мы сказали. Мы говорим то, что мы думаем. Нам не надо ничего лицемерить или лгать. Мы говорим то, что мы думаем. Я ценю и горжусь тем, что наши сторонники относятся именно к тем людям, которые могут сказать то, что они думают. И поэтому я хочу с вами попрощаться. Спасибо большое. Поддержите партию «Русский блок». До свидания, уважаемые друзья. Русский блок «Русский блок»